Ну что, привет, мои дорогие друзья! Сегодня у нас очень коротенькое видео с самыми главными лайфхаками стилиста. У меня в школе учатся студенты на курсе для профессиональных стилистов, где мы учим все-все-все от и до, в том числе и механику работы стилиста и даже всякие мелочи, нюансы. И в этих мелочах всегда есть наборчик стилиста, который, даже чемоданчик стилиста, в котором есть все-все-все необходимые вещи для съемки. Но я заметила, что очень часто этими деталями, которые стилист использует на съемках в своем арсенале, пользуются и простые люди. И сегодня я вам о них расскажу. Ну, во-первых, это тейп, который может прекрасным образом вообще играть вместо вашего нижнего белья в открытых платьях, когда вот здесь такой длинный-длинный V-образный вырез. И вам нужно, чтобы ваша грудь была на месте, никто ее не видел при этом, и она лежала достаточно красиво. Будь может, она у вас после того, как вы родили ребенка, немножечко опустились. Что делает тейп? Тейп ее берет и немножко преподнимает. Получается красивая, аппетитная, роскошная грудь. Точно так же с ней можно делать различные манипуляции. Короче говоря, тейп обязательно себе приобретите, и женская грудь без него, конечно, не живет. Любые выходы, наряды, любые открытые спинки платья теперь вам не страшны. Конечно, для этого еще есть силиконовые такие накладки на грудь, силиконовые лифчики. Ими тоже можете пользоваться, просто они не всегда удобны. Следующая вещь – это крючки для лямок. Потому что ваши беспардонные лямки вечно меня раздражают, когда торчат из разных одежек. И из-под разных бретелек, откуда они торчать не должны. Поэтому эти застежечки для лямок, вы их можете сзади соединить, друг между другом. Вы их можете присоединить липучкой к бретельке, чтобы они у вас нигде не шевелились. Следующее – прокладки. Прокладки мы используем на съемках, когда проклеиваем область подмышки. Быть может, вы не хотите, чтобы ваш прекрасный новый жакет сразу отправлялся в химчистку или ваша новая рубашка. В общем, в любом случае, какая бы ситуация ни была, ежедневная прокладка очень быстро и очень качественно обезопасит вас от таких неловких моментов. Точно так же ежедневная прокладка, ну, стилистами она еще очень много где используется. Она клеится на подошву обуви, когда идет съемка стрит на улице в покупной или арендованной обуви, или обуви от бренда. Но также я видела прекрасных умельцев, которые зимой большую женскую прокладку используют как стельку для того, чтобы нога не промокала. А в частности, ее используют рыбаки. Так что рыбаки, если вы меня смотрите, а вы меня точно смотрите, вы же моя целевая аудитория, покупайте прокладки. Следующее, это наклейки на соски. Немногие знают, что помимо силиконовых бюстгальтеров есть силиконовые наклейки на соски, которые чудесным образом в облегающие кофточки, если вы любите ходить без лифчика, например, как я, имея небольшую аккуратную грудь, но имея большие и неаккуратные соски, вы можете просто заклеивать свои сосочки этими прекрасными кругляшками, и никто не увидит этот ваш пикантный рельеф. Следующее, это салфетки для снятия макияжа или салфетки с пятновыводителем. Если вы зимой вдруг испачкали пуховик тональником, быстренько затерли, если вы вдруг что-то, какую-то одежду испачкали своей косметикой, то эти салфетки очень быстро и очень качественно вас спасут от этого. Поэтому имейте в арсенале одну упаковочку таких салфеток, и в принципе, никакие пятна вам не страшны. Вот так потерли, в принципе, в большинстве случаев этого достаточно, либо потом кинули в стиральную машину, и все пучком. Ну, конечно, в чемоданчике стилиста еще очень много всего интересного, от ковриков до тапочек, роликов, ножниц, иголок и так далее. Но есть одна вещь, как отпариватель, портативный небольшой отпариватель, который на самом деле необходим абсолютно каждой моднице. В любой поездке, может быть, вы едете куда-то в глушь вдаль, где нет утюгов и так далее, и так далее. Я купила себе для съемок клипов, которые мы ездим снимать куда-то далеко-далеко, малюсенький отпариватель за тысячу рублей. Такие отпариватели есть в большинстве студий. Он очень компактный, он очень быстро греется, он не очень мощный, но все базовые потребности в отпаривании одежды он выполняет с лихвой. Поэтому обязательно себе приобретите такой. Я не очень люблю вот эти гигантские отпариватели, такая балда стоит, они еще и ломаются постоянно. Их фиг починишь, он стоит потом как неприкаянный, никому не нужный, бедный отпариватель. Поэтому такой маленький отпариватель за тысячу рублей, да если вдруг он сломается, хотя мой, например, отпариватель не ломается уже лет пять, то и не сильно жалко будет. Бумажный скотч, в принципе, есть в арсенале каждого стилиста. Где он может вам пригодиться в жизни? В принципе, везде. Вы можете им, знаете, иногда пользоваться, когда нет ролика под рукой. Вот так вот бумажный скотч намотали на руку и чик-чик-чик собрали шерстиночки. Спасибо большое, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень-очень приятно. И мы с вами увидимся совсем скоро. До новых встреч!